Привет зрители, рад приветствовать вас в ночном обзоре, которыми в последнее время не так часто вас радует Но сегодня Mitsubishi Pajero Sport сверкает этими граненными фарами Потому что они современные, как его передняя часть Ну, мне очень нравится, честно сказать, удался дизайн Вот эти вот светодиодные оптические решения позволяют далеко светить так, что, честно говоря, кажется, что это дальний Но это всего лишь ближний, и он столь хорош, что дальний меркнет на его фоне Получилось, безусловно, оптическое решение на высоком уровне Интересно, вот эти вот, смотрите, граненые части вот так вот помаргивают Классно сделано Безусловно, вот за переднюю часть пятерка Но за одним исключением Как можно было поставить при этом светодиодном решении вот это вот желтое что-то Как? Это вопрос большой и ставлю восклицательный с вопросительным знаком Как? Почему заставляет меня снизить оценку за вот это великолепное, да? Роскошное решение, не знаю Тем более даже, несмотря на всю светодиодность, есть омыватели Молодцы, потому что многие производители забывают Поставив холодный свет, думают, что вот, грязь не прилипает Но в нашей стране все прилипает, а здесь фары всегда будут чистыми Окей, спереди посмотрели Убедились в том, что действительно очень здорово Словно концептуальная часть, да, передняя, это понятно Хорошо поставить дизайнера Идем дальше, идем назад Есть у нас повторитель в корпусе зеркала И быстрее, быстрее к задней части, где нас в восторге Сменят другим, наверное, более спокойным чувством Может даже некоторым странным Видим, что есть и LED-ы, и классические лампы LED-ы, кстати, классные И если бы не было вот этих вот, как будто бы, плачущих задних фар Я думаю, что оценка была бы максимальная Посмотрите, как здорово, как узнаваемо Но все-таки нету ПТФ симметричного Это раз А во-вторых, ну, как-то вот смотрится, на мой взгляд, несколько странно Вкусовщина все-таки, да, но многие задаются вопросом Как же получилось вот такое Действительно интересное, но несколько странное световое решение Сложно сказать Поэтому сейчас мы про него забудем И просто поставим высокую оценку за отличный дизайн сам по себе Посмотрим, что у нас с доступом в багажник Открываем дверь Нет никакого сервопривода Честно сказать, учитывая, что по цене автомобиль достаточно серьезен Это максимальная комплектация И никакого здесь сервопривода Ладно, мы оценим свет и сервопривод У нас обычные классические лампы, плафоны Да, мы видим никаких светодиодов Поэтому кому-то, я думаю, понравится симпатичное Это белое теплое свечение Мне же кажется, что все-таки, учитывая такие вот задние фонари Я думаю, что можно было и поставить светодиоды Ну ладно, это придирка Тем не менее, видим, что хорошо они размещены Эти источники света Все сзади видно, пожалуйста Огромный багажник и размещение разнообразных частей Как видим, на ура Все здорово Нам будет прибраться, потому что Какие тут рваные тросы, еще что-то Ну вот, бывает Ладно, хорошо Видим, что все эти детали, они не скользнули от нас Пожалуйста, все хорошо видно Закрываем шторочкой Вот так вот, чтобы ничего У нас тут не забрали И, кстати, нету здесь держалочки Честно сказать, странная японская традиция Почему от нее не откажутся Не знаю, ладно Закрываем Закрываем пятую дверь И посмотрим Что у нас в салоне Что же у нас в салоне И видим, что в салоне, кроме свечения сверху Ничего нас не ждет Ну, разве что Есть подсветка для ног И подогрев дивана Здесь он расположен Пожалуйста И все Никаких воздуховодов Ничего Даже порадовать пассажиров задних Решительным образом нечем Ну, может, ручки, конечно Но они даже не подсвечиваются никак Поэтому Вперед Есть ли какие-нибудь здесь комплименты Ровным счетом Такой же плафон Поставили Ну, не знаю, что это здесь Митсубиси А ведь как бы трезубец смотрелся Просто шикарно Нету Нету этого, да Поэтому Премиальности здесь все-таки Не достает, на мой взгляд Захожу я В салон Посмотрим, что спереди Так что автомобиль, скорее всего, для водителя Да Выключаем Плафон Кстати, многие спрашивают Почему я не показываю Как ночью Светит камера заднего вида Давайте покажу Давайте добавлю Пожалуйста Вот такое вот освещение Честно сказать Главный вопрос В том, что нету Нету здесь Возможности переключать экраны Можно это сделать Кнопочкой на руле Она подсвечивается Но Как-то увеличить Выбрать Мне не удалось Может узнать секрет Так как Если нет возможности Поставить большое изображение То было бы здорово Все-таки Каким-то образом Увеличить сам экран Ну Не самое современное решение Хотя 360 градусов Обзора есть Вот так вот Ладно Смотрим на Сам Салон Посмотрим, что у нас здесь По-моему приборов Чисто японское Я бы сказал так Потому что Оцифровка Очень-очень мелкая Очень мелкая А вот можете выбрать Скоростной режим На дисплее Отсутствует То есть Каким образом Узнавать скорость Непонятно Я слава богу Вижу эти большие значения Числовые У показателей Но Увы Нету Все-таки Такой четкости Сливаются эти риски Лично у меня Да, может придираюсь Смотрите сами Потому что Сами по себе Приборы хороши Экран достаточно большой Ну В общем Да и только Все-таки Значения хотелось бы Видеть побольше Ну Явно Позволяет сделать Хорошо Не будем Сейчас Долго Смотреть на Панель приборов Посмотрим Салон Что здесь Оранжевая подсветка Все что нужно Кстати Подсвечивается Режим полного привода Разнообразные Подогревы Подогрев Руля Кстати Кнопочка Очень интересно Расположена Старт-стоп Вот здесь Да Это я думаю Для спорта Действительно сделано Взял Поехал Ну В остальном Есть только Подсветка Кстати У Водительской двери Соответственно У стеклоподъемника И все То есть В целом Сказать что Ночью Владелец Порадуется Этим автомобилем Пожалуй Не совсем можно Несколько тут Подзаледает Бардачок Ну вот Открылся Тоже здесь Есть подсветка Желтоватая Ну а если Она кстати Вот здесь Нету Центрального Подлокотника Никакой подсветки То что В целом За освещение Самого салона Высокий балл Поставить нельзя Но Тем не менее Все таки Мы смотрим на дорогу Как правило А не На сам салон Тут у нас Мы видим Великолепное решение В области Этих фар Вот такие вот Из прошлого ПТФ Они честно Номинальные Лучше их выключить На самом деле Потому что А вот это вот Да Вот это роскошь Ну посмотрите Какой ближний Он просто великолепен Даже дальний Действительно Кажется что Ну дальний Дальний Да ближний Ну вообще Хорош Ну вообще Прекрасен Ну класс Вот с этой Ешкой едет Видим что Совсем не лучше У нее свет А даже похуже Потому что Мы все таки Повыше Так что За возможность Дорогу освещать У Паджеро Спорта Пожалуй Каких то К нему Нареканий У меня не возникает Так что У Паджеро Спорт Все в порядке Все в порядке С головным освещением Действительно Ну восторг Единственное что Адаптивности никакой нет Автоматического Какого то режима нет Но тем не менее Спасибо за Диодную оптику Далеко придирает Свет А Сами выбрать дальний Мы Без проблем Это сделаем Так что Молодцы Хорошо сделали Мне очень понравилось Здорово Все датчики света есть Понятно Ну на этом Пожалуй Я закончу Наше знакомство В ночи С Паджеро Спорт Думаю Что за внешнюю оптику Можно ставить Безусловно Высший балл Ну раз Что ПТФ Несколько Подпортили картинку А вот в салоне Конечно Хотелось бы Больше разнообразить Действительно Посмотрите Все таки Ну темноват Темноват Он реально темноват Дверь можно открыть Ну Нету Каких то Этих Какая то Амбентных Подсветок Нету Какого то Такого шарма В салоне Ну да ладно На этом все таки Действительно Поставлю точку До новых встреч Пока и конечно Пишите свои комментарии Может вам хочется Больше ночных обзоров На этом прощаюсь Вновь пока Субтитры сделал DimaTorzok